Здравствуйте, меня зовут Светлана. Сегодня мы обсудим такую интересненькую тему, которая называется 12 причин не держать кур. Да, вы не ослышались, не держать кур. Я расскажу о всех сначала минусах в этом ролике, которые присущи нам, тецеводам, начинающим и не начинающим. А дальше уже обсудим совсем другие темы. Ну, во-первых, чтобы завести кур, нам надо их купить. Это затратно. Дальше нам надо построить курятник, где куры будут быть зимой, должны у нас зимовать. Вот, курятник должен быть более-менее такой добротненький. Вот, он должен освещаться, а это все идет в минус, в минус и в минус. Также корма. Корма сейчас не дешевые. Вот это вот первый пункт, когда мы хотим задуматься о приобретении курочек. Вот с этого мы и начнем. Большой первый минус. Это курятник, сами куры и освещение. Электричество тоже не дешевое. Следующий пунктик, это наш двор. Это вот мои, видите, в загоне у нас, потому что я не могу их выпустить. Тут и так, как говорится, везде от них шабардаш. А так, если у вас газончик и курочки у нас выходят на газончик, то газончика, конечно же, нету. Они роют все, грядки, им без разницы, они постоянно что-то должны стать, постоянно должны есть. Так, еще пункт, это дикие животные, которые у нас и птицы, это лисы, бегают собаки, цыплят таскают, соседские кошки, бывают, что и свои. А также птицы, ястребы, соколы, у нас все это есть. Вранье, бывают маленьких, раньше, когда-то еще давно-давно, вот, были. Вот это все минусы, которые мы о вас говорим. Следующая такая проблема, это чистка курятника. Конечно, уход за животными отнимает очень много времени. Как вы знаете, это все-таки вы мажетесь, и руки у вас пачкаются, и запах. К этому надо быть готовым. И также, когда мы строим курятник, часть нашей земли, которая у нас есть, отходит для окур. Может, у кого-то был бы то садик или что-то. Вот у нас, видите, курятник, и с нашим, тоже немаленькая площадь с огородиком. Если у вас, например, есть дикие животные, лисы или собаки, которые забегают к вам во двор, значит, вам надо каждое утро их открывать и каждый вечер закрывать, чтобы не потерять поголовье. Обязательно. И не должно быть никакой лени. Не забывайте, это тяжелый труд. К этому надо привыкнуть, быть готовым и осознавать это как будто как должное. Еще такая проблемка, конечно, это отпуск, когда вы хотите куда-то уехать. Один день вы еще можете, как говорится, насыпать их. Вот когда мы на работу уходим два, уже проблематично. Вот. Мы когда уезжаем, у нас родственников просим, они у нас ухаживают за нашим хозяйством. Но сейчас мир неспокойный, поэтому проблем с этим нет. Также куриный помет. Не забывайте, затраты еще будут у вас зимой на подстилку. Я покупаю солому, мы привозим опилки, опилки сами привозим, а солома, конечно, мы привозим, потому что у нас нет такого объемного посадки, чтобы зерновых, чтобы у нас была солома. 7 рулонов я на свою свою дичь закатываю. Это тоже не дешево, но без этого никак. Еще в маленьких районах, я говорю про свой район, это проблема ветврачей. Еще по крупнорогатому скоту у нас ветврачи еще могут дать определенный ответ. По птице, конечно, все идет однотипно. И также лекарства. У нас очень мало лекарств для птицы, очень маленькие они привозят спектр, потому что особо никто не занимается. Но заболела птица, померла, ну и слава богу, закопали. Вот, еще один очень момент, сможете ли вы зарубить свою птицу? Вот мне тоже вопросы задают, не жалко ли вам ваших красавиц. Ну, я привыкла есть уже свое мясо, это, как говорится, без вариантов. Премя у меня обновляется каждый год, я же не могу всех-всех оставлять. Они очень-очень много кушают. Вот, поэтому приходится убирать старое стадо. Еще, надо быть готовым к тому, что через 3 года вам придется все-таки покупать новых кур или заводить цыплят. Потому что курочки наши тоже изнашиваются, ее организм изнашивается, когда она несет яички. Вы представляете, чтобы снести ей одно яйцо в сутки, это среднее, то сколько она берет силы, сколько она берет энергии, сколько у ней кальция уходит и всех жизненных показателей. Поэтому куры, конечно, за 3 года очень изнашиваются. Я не держу курочек больше 3 лет, потому что они начинают хуже нестись, они долго начинают входить в линьку, долго находятся в линьке, и это мне невыгодно. Все-таки хочется быть рентабельным по маленьким своим предприятиям, как я говорю, чтобы они приносили прибыль и мне удовольствие. Самый главный вопрос, почему не стоит держать кур 12 причин, это все равно вы будете покупать яйца. Все говорят яички, яички, ладно яйца, но мне это не нравится слово. И что я хочу сказать, если вы не упорядочите своих курочек, и у вас не будут разные поколения, вам придется покупать зиму яйцо, потому что куры у вас в линьке, вам придется покупать летом яйцо, когда началась, например, жара, и куры уже в возрасте, они просто от жары избавляют яйценосность, и также осенью. Осенью это обязательно, они тоже в линьке, не забывайте, куры линяют. И поэтому, да, вам придется покупать яйцо, если вы не сможете все вот это сопоставить. И, как говорится, столько затрат, у меня многие знакомые все покупаем, пшеница дорогая, едят солому, а яиц нет. Потому что, как говорится, берем именно несушек на яйцо, яйцо сейчас тоже дорогое, хочется свойского яйца. Так вот, вот такие результаты. Вот, и еще когда цыплят, все-таки же мы вкладываем, покупаем, вот кто покупает подрощину, покупаем трехмесячно, а занесутся они где-то в месяц, в шесть, дай бог по-хорошему. А если уже порода, там, брама, кухенфины, те вообще могут 9-11 месяцев местись. Это царские птицы, я называю, они красивые, но они только для экстерьера, как я говорю, для красоты. А вот, так что смотрите, думайте. И как моя одна хорошая знакомая, я ей тоже рассказала, все вот эти нюансы, все вот эти маленькие проблемчики, вот этот уход, она сказала, нет, лучше я буду яйца покупать у тебя. Потому что к этому надо быть готовым. Это надо рано вставать, это надо чистить, это надо за ними смотреть. Ну, действительно, что за малыми детьми, потому что все болеют, болеем и мы, болеют, а они. Вот, обязательно внимательно. Если вы готовы, тогда вступайте в наше общество начинающих птицеводов молодых и с удовольствием будем общаться. Да, и вот, когда еще вы покупаете кур, да, это затраты. Так что подумайте перед тем, как будете покупать. Вот, и когда покупаете, внимательно смотрите, у кого вы покупаете и что вы покупаете. Потому что, когда потом вы позвоните или скажете на рынке, как у нас бывает, они скажут, мы ничего не знаем, мы вам продали здоровую птицу. Покупайте, обращайте внимание, начинайте пропаивать, обрабатывайте сразу птицу, смотрите за ней очень внимательно, чтобы еще вдобавок не потерять поголовье, которое вам еще не принесло вообще никакой прибыли. Вы даже не кушали их яичек. Если же вы берете цыпляток, пытайтесь брать у знакомых. Ну, тут тоже не вариант. Ну, хотя есть же все-таки, кто люди каждый год берут у одного человека, и проблем нет с этим. Смотрите, в каких они условиях. Вот, например, пришли покупать птицу. Я тоже начинала, когда начинала, тоже брала птицу у знакомых там. И тоже, когда пришла, помню, первый раз, это мой был первый опыт, я скажу, она содержалась тоже в клетках, в сарае. Их было много-много-много. Цыплятки я брала двухнедельных, помню. И брала итальянскую куропатчатую. Их много, и они ходили по говну. Оно не без напилок. Она-то, может, когда-то давно-давно почистила. И она мне вот так их понакидала. Ну, более-менее, не помню, сколько падешь был, потому что было давно. Вот я говорю, обращайте внимание, если у вас птица, вы пришли покупать, и она охотит по говну, на 100% какие-то будут проблемы. Ну, нереально это, потому что птица обязательно будет заражена, даже маленькие цыплята. И еще все-таки у меня вопросик такой насчет витаминов. Их много, конечно, витаминов, и почему-то сразу все покупают цыплят и начинают пичкать их витаминами. Также вот, как вы купили курение, 5 витамины. Ну, при чем тут витамины? Не забывайте, витамины надо пить здоровой птице, даже как и здоровому человеку. А когда птица больна, витамины только вредят. Витамины, попадая в кровь, увеличивают ее циркуляцию. И, то есть, зараза распространяется намного быстрее. И птица, если была чуть-чуть заражена после пропойки витаминами, она начинает болеть, болеть и погибает. Так что смотрите, будьте внимательны, это же ваши деньги. Вы же хотите, чтобы ваши курочки приносили вам доход, ваши яички, жили хорошо и счастливо. Так что будут вопросы, с удовольствием отвечу на них.